Смотрите, на самом деле прямым текстом ни китайцы, ни индийцы в Торе не упомянуты. Есть те или иные мидраши, то есть книги устной Торы, где как-то косвенно, не очень ясно об этом говорится, намеком. Но это не удивительно, не имеет никакого значения, что, например, сегодня китайцев полтора миллиарда человек, полтора миллиарда, индийцев тоже полтора миллиарда, индийцы уже обошли китайцев. Это вот три миллиарда, половина населения Земли, эти два этих народа, китайцы и индийцы. А в Торе нет о них, потому что нужно помнить, что Тор это не учебник истории, не учебник географии, не учебник по химии и по любым наукам. Тор это совершенно другое. По сути, хорошо сказать, в данном контексте особенно, что Тора предназначен для того, чтобы дать нам надежный инструментарий, как общаться с представителями других народов, любых, с группами людей из других народов, с отдельными людьми, с неевреями, я имею в виду. Как общаться? Что значит общаться? Если забыть о трудностях языка, то в чем трудность общения? Общение должно быть хорошее. Например, общаться надо так, чтобы у тебя, у самого, было чувство, скажем так, собственного достоинства. Не хвастовство абсолютно, мы говорили здесь, не хвастовство, не презрение к другим, а чувство собственного достоинства. Это очень важно. С другой стороны, соблюдать принципы еврейского народа, а именно, чтобы были достаточные дистанции от других людей, и при этом добрососедство. Добрососедство не означает, что надо быть с соседями. Ты добрососедством можешь применить человек, который живет у тебя на расстоянии 500 километров или 1000 километров. Добрососедство – это значит, что ты позитивный человек, он при необходимости может с тобой посоветоваться, он ощущает, что ты хорошо настроен к нему. Это все принципы нашего отношения к другим людям. И это важно. Что нужно желать себе? Прежде всего, духовного роста, развития своего. А в другом, другому человеку, что нужно, не еврею, что нужно ожидать, что нужно хотеть для него, это успешные жизни, в разных аспектах. Поэтому и к китайцам, и к индийцам это относится. Мы желаем всем успеха. И еще, так, как говорится, на заметку, очень важный момент, последний, в общении с другими людьми, не интересоваться их религиями, их традициями, не потому что они плохие, а у нас хорошие, совсем не поэтому. А потому что Тора – это что-то уникальное, что дано нам, и квинтэссенция всей нашей жизни, и суть улучшения всего мира. У других народов этого нет. У них есть придуманные религии, имеют право придумать, что хотят. Придуманные совершенно религии, любые, которые вы возьмете, все придумано. Людьми, поэтому не имеют никакого отношения с этим, с взаимоотношением с небесами. Все, что придумает человек, это на уровне человека, не на уровне неба. Поэтому нам говорится, Тора у нас есть, это то, что нам дали. И то, что надо нам сохранять, развивать ее и передавать дальше. А у других народов придуманные вещи у них есть, пусть имеют, пусть радуются им, пусть им будет хорошо, но к нам это не имеет никакого отношения. Вот примерно, что можно сказать по поводу китайцев, индийцев, да и других народов. Есть много стран, где живут сотни миллионов людей. Или маленькие страны, или маленькие народы. Ко всем таким в Торе есть инструментарии, буквально так, инструменты, как с ними общаться правильно и хорошо. Все доброго, до свидания.